Питрий не спал, просто лежал с закрытыми глазами, прикрывшись правым крылом. Он ждал. Ждал, когда папа скажет. Дети, просыпайтесь, уже утро. Еще чуть-чуть, скажет Вейни. Вставайте, идите кушать. Это фраза мамы. Обыденность и предсказуемость иногда раздражала Питри. Неужели, думал Питрий, нельзя начать утро как-то по-другому, без этих заезженных фраз, без однообразного запаха готовящегося завтрака? Разве я не могу встать, когда захочется? Или съесть, что хочу я, а не то, что даст мама? Может, я совсем не голоден? Размышления Питри прервали хлопки крыльев. Началось, подумал маленький летун. Спарировав на гнездо, а перед самым приземлением, махнув вперед крыльями, так что поток воздуха, создаваемый при торможении, заставил маму прищурить глаза, Вейни нахмурить брови, а Питри закрыть мордочку крылом. Папа, крепко вцепившись когтями за край гнезда, громко произнес «Дети, просыпайтесь, уже утро!» «Еще чуть-чуть», ответила Вейни, переворачиваясь на другой бок. Увидев, что дети не собираются вставать, мама сказала «Вставайте», а затем добавила «Вставайте, идите кушать!» Питри встал, сонно, подойдя к краю гнезда, сел, свесив лапки вниз. «Ты уже умылся?» – должен сказать папа. Через несколько мгновений Питри услышал папин голос. «Пит, ты уже умылся?» Встал. Питри расправил крылья, потянулся, зевнув, подошел к толстенному стволу дерева. Жаркий влажный климат и обилие воды – идеальные условия для развития растений. Поэтому деревья достигали невероятной высоты, а их крона раскидывалась не на один десяток метров. В ней и находили свой дом летуны, строя гнезда в самой гуще листвы. С земли такие гнезда не достать, а с воздуха не заметить. Поэтому летуны жили относительно спокойно, зная, что они под защитой могучих деревьев. Подойдя к чашкообразному листку, в который за ночь накапала дождевая вода, маленький летун, опустив туда голову, начал медленно выдыхать. И пузыри воздуха, весело лопаясь, щекотали его кожу. Сделав так несколько раз, Питри выпрямился, потрусил головой, смахивая капли воды с маленького клюва, вернулся обратно в гнездо, где мама уже приготовила для него завтрак. Естественно, на завтрак была вяленая на солнце рыба. Ему одна, Вейни две, папе пять, а мама, как всегда, не завтракала, иногда доедая за Вейни или за Питри. Все было как обычно, поэтому Питри часто с самого утра грустил. Но в глубине души Питри знал, что не однообразие утра раздражает его, и не монотонность приевшихся фраз родителей, и даже не старшая на два года сестра Вейни, которая никогда не упускала момент подшутить над Питри. Ему было легко списать свою тоску на окружающих, тем самым снимая ответственность с себя. Ему было легко обвинить в своей меланхолии надоедливое хлопанье папиных крыльев или вкус вяленой на солнце рыбы, которую каждое утро давала ему мама. «Я полетел до вечера», – подмигивая детям, сказал папа. Взмахнув крыльями, он полетел в сторону Лазурного озера. Вечером он прилетит, держа в клюве несколько больших рыбин. Потом улетела мама в сторону папоротникового леса собирать сладкие семена. Подождав, когда мама вскроется в гуще леса, Вейни, сказав всего лишь одно слово, «пока» улетела к снежной горе, верхушку которой всегда скрывали облака. Когда все улетели, Питри, встав на край гнезда, расправив крылья, махнул ими несколько раз и, повернувшись, вернулся обратно в гнездо. Питри опять стало грустно, увидев, как его сверстники, слетаясь с соседних деревьев, собирались в стаю и весело гонялись друг за другом, то, взлетая высоко в небо, а то, спускаясь к самой земле. Питри немного пригнулся, чтобы его случайно не заметили. Еще один день он проведет в гнезде. Будет ходить туда-сюда, сидеть на краю, смотреть вниз, иногда будет подходить к стволу, чтобы попить воды, скопившейся в чашкообразных листьях. Питри не умел летать. Так, прохаживаясь в тени листвы от своего гнезда до ствола дерева, посербывая дождевую воду, Питри услышал какой-то шум. Маленький летун замер. К шуму добавился писк. Любопытство подтолкнуло Питри подойти к краю, торчащей из-за листьев ветки. Подойдя на самый край, прислушался. Хлопанье крыльев, писк, крики. Питри повернул голову в ту сторону, откуда доносился шум. Присмотревшись, он увидел на соседнем дереве гнездо таких же летунов, как и он сам. Гнездо было расположено на видном месте. Наверное, какая-нибудь молодая и неопытная пара решила сделать его там. В гнезде сидел птенец. Когда-то и я был таким маленьким, подумал Питри. Рядом с птенцом сидела, как показалось, его мама. Вся взъерошенная, с расставленными в угрожающей позе крыльями. Еще большее любопытство охватило Питри. Он сел поудобнее на самой край ветки и начал ждать, что будет дальше. Ждать пришлось недолго. Неожиданно с верхушки огромного папоротника, расположенного левее, вылетел здоровенный черный клюворыл с торчащими зубами, с волосатым телом и лысыми морщинистыми крыльями. Со скоростью молнии клюворыл атаковал гнездо летунов. Сухие ветки, из которых было построено гнездо, разлетелись в сторону, но гнездо устояло. Хруст, писк, крики. И также молниеносно черный клюворыл скрылся в листве огромного папоротника, готовясь к следующей атаке. Петре уже приходилось несколько раз видеть клюворылов. Они поодиночке прилетали из-за лазурного озера. Большекрылые, огромные, с рыбьим взглядом, нападали в основном на небольших летунов, хватая их когтями и живьем унося своим детенышам за лазурное озеро. При появлении клюворыла летуны собирались в стаю и дружно прогоняли его, надолго отбивая желание прилететь снова. Поэтому Петре спокойно с любопытством ждал, когда на крики мамы птенца прилетят взрослые и выпроводят клюворыла из леса. Летуны прилетали, садясь на торчащие ветки. Их становилось все больше и больше. Гульготания, хлопки крыльев начали наполнять лес. Вдруг, так же неожиданно, как и в прошлый раз, из листвы вылетел клюворыл и так же молниеносно атаковал гнездо. Мать, расставив крылья и пряча птенца за спиной, стала живым щитом, оберегая единственного ребенка от нападения хищника. Летуны, увидя появление клюворыла, все, как по команде, вспорхнули над деревьями и всей стаей бросились на незваного пришельца. Наблюдая, как полчища небольших летунов атакует черного хищника, Питри случайно посмотрел на полуразрушенное гнездо. В нем все так же сидела мать, издавая угрожающие звуки и размахивая расставленными крыльями, защищая спрятанного за спиной птенца. Питри перевел взгляд с крыльев матери на ту часть гнезда, где должен был сидеть птенец. Там было пусто. Питри прищурился, напрягая глаза, обвел взглядом соседние ветки, гнездо, ветки снизу, опять гнездо, никого. Любопытство сменилось тревогой. Куда же делся птенец, думал Питри. Поставив себя на место птенца, представив как сидит за спиной у мамы, он продолжал «Что бы я сделал?» Улетел? Нет. Убежал? Нет. Зарылся бы ветки? Нет. Я бы скорее всего выпал с гнезда, с иронией подумал Питри. Конечно, выпал! Он опустил голову, внимательно разглядывая землю под гнездом. Да, вот и птенец лежал, барахтался прямо под деревом. Срочно его нужно было поднять с земли. Там внизу все кишило теми, кто хотел полакомиться нежным мясом маленького летуна. Питри посмотрел на мать. Она скорее всего не заметила пропажи. Посмотрел на атакующих черного клюва рыла летунов. Никто не летел поднимать с земли малыша. Падение птенца осталось никем не замеченным, думал Питри. Но ведь я заметил, сказал почти вслух летун. И при одной только мысли, что ему нужно полететь, его охватил ледонящий страх. В одно мгновение перед ним пронеслись уроки, которые давал папа, чтобы научить его полету. Насмешки Вейни, уставший взгляд мамы. Питри сделал шаг назад. Дрожь в коленях перемешалась с чувством беспомощности. Еще один шаг назад. Он посмотрел на беззащитного птенца. Отвращение к самому себе нахлынуло на Питри. Всем своим естеством он возненавидел себя. Жалкого, трусливого, никчемного хватит, хватит, прокричал он, хватит. Я смогу, сказал Питри сам себе. «Ты сможешь!» Твердо повторило эхо внутри. Он сделал шаг вперед. Новое, неизведанное ранее чувство овладело Питри. Оно росло, расталкивая и оставляя позади себя страх и сомнение. «Я смогу!» снова сказал Питри, сделав еще один шаг к свисающему краю ветки. «Ты сможешь!» повторило эхо. Новое чувство почти полностью овладело Питри. Дрожащие колени, пересохшее горло, частое дыхание еще пытались навязать ему леденящий страх, но Питри уже не слушал их. Он слушал новое, теплое чувство, только что появившееся у него. «Ты сможешь!» сказала эхо. «Я смогу!» повторил Питри, став на самый край ветки, расставив крылья, он бросился вниз. пи пи может оплату ., тересно пар пи 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 пи